Сегодня мы празднуем Великий Дунный Десятый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. И мы слышали в Евангелии, как явился Архангел Гавриил в град Назарет Пресвятой Деве Марии. И сказал ей, радуйся, благодатная Господь с тобою. И дальше сказал ей о том, что ей надлежит стать матерью Мессии, матерью того, кого нарекут Эммануэл, что значит с нами Бог. И Пресвятая Богородица спрашивает у Архангела Гавриила, как это все будет, потому что я мужа не знаю, то есть она Дева. Она не знает мужа. И тогда Гавриил отвечает, что Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. Ты родишь того, кто спасет, сядет на престоле Давидове и спасет весь мир. И тогда Пресвятая Богородица отвечает, все раба Господня будь ими по глаголу Твоему. То есть пусть будет так, как ты сказал. В этом евангельском повествовании очень много глубинных смыслов. И первый из них это то, что благая весть, благовещение. Что это такое за благая весть? Это благая весть о том, что Бог благоволил сойти с небес и стать человеком. И стать подобным нам во всем, кроме греха. Для того, чтобы войти в нашу родословную, в родословную человечество. Чтобы соединить нас с собою. Соединить во веки веков. И соединить небо с землей. В этом есть смысл этой благой вести и сегодняшнего праздника благовещения. И второй очень глубокий смысл в том, что Пресвятая Богородица смиренно принимает эту волю Божию стать матерью Бога воплотившегося. Это на самом деле нам кажется так просто сказать. Но она же не только сказала, она сделала. Она предоставила всю себя Господу Богу. Весь, всю свою жизнь. И предыдущую, потому что она воспитывалась при храме Божьем. И последующую, всю свою жизнь предала Богу. Это не просто слова. Те слова, которые она сказала, си раба Господня. То есть смиряясь перед волей Божией. Будем и по глаголу Твое. Эти слова Господь ожидал услышать тысячи лет от человека. Потому что слова, где ты, Адам, прозвучали в самом начале, на заре человечества. Еще будучи в раю, Адам и Ева согрешили, спрятались от Бога. И Господь взывает к Адаму, где ты, Адам, где ты? Это не значит, что он не знал его географического положения, где он находится и куда он спрятался. Это значит, что Адам ушел от Бога так далеко, что не слышит его глаз, не слышит его воззвания. И на воззвание, где ты, ответа не было. Точнее, был ответ, оправдывающий грех, что я убоялся, я скрылся. И вот на этот вопрос, где ты, Адам, отвечали в истории только пророки, те, кого призывал Господь. И они слышали этот голос. И вот Пресвятая Богородица стала той, которая не просто ответила, вот я, все раба Господни, это и есть, вот я, раба Господни, в переводе на русский язык. Она и жизнь свою выстроила по воле Божьей. Она всю себя предала Богу. И вот это и есть то, что называется покаяние. Мы часто думаем, что это такое покаяние. Это ответ человека на призыв Бога. Покаяние – это ответ на воззвание Бога. И на иврите, по сути дела, чуа покаяние означает. И чуа – это именно ответ. Ответ, но не только словом, но и делом, и всей своей жизнью. И сегодня, дорогие братья и сестры, праздник Благовещения Христова очень животрепещущий на злобу дня. Потому что сейчас мы находим, наша страна находится перед огромным испытанием. Испытанием на прочность всего того, что мы считали важным. И в первую очередь нашей веры. Мы видим лозунг «За правду». А правда, дорогие братья и сестры, заключается в том, что мы, называя себя православными христианами, 75% по опросу, мы не живем, как православные христиане. В храм доходят лишь 1% из всего населения страны. Итого нет. Храмы пустые, потому что нет ответа на этот призыв «Адам, где ты?». Люди не слышат его. Люди занимаются своими делами. Им некогда. У них работа, у них забота, у них дети, у них семья. И поэтому, конечно, Бог и вера постепенно отодвигаются на третье, десятое, двадцатое место в жизни. А если это так происходит, то тогда мы, получается, православные только на словах, а не на деле. Мы все говорим, в душе у нас там где-то Бог. Да, в душе. Но на каком месте? Где он там в душе затерялся, в чуланах этой души? И поэтому, если мы это не осознаем сейчас, что без Бога ничего не будет хорошего, ничего не будет, никаких побед, если мы продолжим жить, как жили, думая, что мы православные, без покаяния, без слышания этого призыва Божия, этого воззвания к каждому человеку. Где ты, человек? Где ты потерялся? И если этого не произойдет, то не будет ничего, ничего. Поэтому сегодняшний праздник, мы должны последовать Пресвятой Богородице, как призывает нас Церковь за каждым богослужением, говоря, что мы, помянув, то есть вспомнив Пресвятую Деву Марию, Пречистую Богородицу, и всех святых, сами себя и весь живот наш Христу Богу предадим. Если этого не будет, то и Бога с нами не будет. Он хочет быть с нами, но мы должны быть с Ним. Мы должны сказать, вот я, Господи, я хочу быть с Тобой. И тогда Бог будет с нами. Тогда Господь сотворит чудеса в нашей жизни, изменит нашу жизнь, осветит ее, просветит, выправит, и будем мы с Господом Богом. Пресвятая Богородица, спаси нас!